что за кладоискатель хренов здесь понарыл что даже мне пройти здесь невозможно монеты все свои собираете ржавые никому не нужны ваши хобби только в ущерб понимаете людям набрали монет набрали за собой закопайте яму зачем оставляете бугры такие все здесь перерыли я очень рад я очень рад что наконец наши наше правительство то ли уже запретила то ли хотят запретить монеты эти вам собирать давно пора или тоже платите налоги за то что собираете монеты у государства воруйте так что я очень рад что ваши хобби наконец-то скоро закроют и будете лицензию делать на это хобби и платить государству налоги а то хотите этих всяких металлоискателей хреновых на покупали китайских дешевых никому не нужных и как же вышли в поля ходите там ройте ищите монетки и думаете придете домой очистите их от грязи очистите их от шлифуете пасты и горе от полируете снимите видео как вы эти монеты вшивы никому не нужны собираете и еще якобы на этом видео вы деньги там будете зарабатывать ни хрена не будете скоро вас всех закроют и будете это эти монеты государству сдавать и налоги будете платить а то хотите заработать хрен вам всем а люди ходят под люди ходят и ноги ломают от из-за вас монет тут понабрали а закапывать кто должен я должен за вами закапывать к водоискатели хреновые запомните запомните никому ваши видео не нужны как вы ищете монеты воруете у государства вы понимаете это что вы толку снимаете поля все вот эти разрушаете верхний слой нарушаете вот вы элементарных вещей не понимаете элементарных вещей вы не понимаете что люди из-за вас ломают ноги вот из-за вас из-за вас псевдо кладоискателей запомните запомните никогда ваши хобби никогда ваши хобби государство не узаконит ясно вам и еще запомните я телепат и вижу что который вы видел снимаете как вы ищете монеты в будущем она будет запретным ясно а то хотите по-тихому эти монеты что что вы нашли отнести на черный рынок и получить за них деньги да никогда этого не будет никогда этого не будет вы обязаны и будете в скором времени все свои находки вот эти сдавать государству ясно и будете платить налоги бешеные так что бросайте это хобби бросайте пока еще не поздно если сами добровольно не бросите то будете тогда расставаться со своим хобби принудительно вот так вот сколько людей вот из-за вас ломает ноги ломают люди из-за вас я вот чуть сегодня ноги это не поломал свои будьте вы хотя бы на худой конец похитрее улики свои улики свои закапывайте и еще запомните кладоискательство и монеты искательства это не хобби это самое настоящее воровство ясно а за воровство нужно отвечать и еще сами кладоискатели опытные сами потом очень сильно пострадали кто нашел где-то клад там в лесу или там на поле и после этого эти люди все умерли потому что кто зарыл клад они наверное поставят на это прок в проклятие так что если найдете клад не радуйтесь потому что сто процентов вы будете прокляты на всю жизнь в лучшем случае вы будете проклятые на всю жизнь в худшем вы просто заболеете помрете потому что кто зарывает к воды свои человек как правило его зарывает не от чистого сердца ему естественно жалко складом расставаться по разным причинам и он естественно закапывая этот клад свой говорит кто найдет клад пусть будет проклят вот так вот и вот именно по этой причине многие кладоискатели бросили это свое хобби потому что поняли что это занятие рано или поздно принесет очень большое горе сколько уже кладоискателей умерло потому что клады они не прощают и никогда вы на этом кладе не разбогатеете потому что по-любому на черном рынке вам за него много не дадут и вас же если поймают то арестуют а государству сдадите вам тоже дадут за него копейки и учтите еще раз говорю клады они никогда не принесут вам счастье только одно несчастье вместо счастья но это же наш такую сволочью быть такую ямину выкопать что какие-то монет там ржавые найти отыскать вот выкопал да яму горе кладоискатель горе копатель по-другому их никак мягко говоря не назовешь нелюдь одним словом вор так имеет совесть на на худой конец совесть имей мало того что ты украл у государства монеты ты еще оставил после себя вот такие ямины об которые люди ноги свои ломают даже не стыда нет не совести я уж молчу про хитрость нет чтоб взять за собой и закопать это дело я телепат и твер и твердо знаю что скоро это дело ваши запретят налоги будете платить бешеные налоги в казну государства хватит хватит воровать у нас у россии не вы закопали этот клад не вы закопали этот клад не вам и его и раскапывать ясно не вы закопали эти монеты не вам их и откапывать ясно учтите на каждом кладе есть заговор а именно проклятие кто найдет клад тот будет проклят не верите проверите почитайте бесплатный сыр бывает только в мышеловке это мышка или крыска расплачивается своей собственной жизнью так что даже бесплатного сыра не бывает не говоря уже что он бесплатен в мышеловке или краса ловки за все нужно платить за все и скоро вы будете кладоискатели горе тире кладоискатели скоро вы будете налоги платить государству нашим а не будете платить не будете клады свои искать и кладоискатели у вас все отберут сейчас этим скоро строго будет доигрались кругом одни ямы после вас одни ямы люди уже и дети маленькие ломают ноги велосипедисты попадают в эти ямы собаки ноги ломают зверюшки всякие проваливаются ежики тоже попадают в эти ямы погибают во всем вы виноваты только вы плохое у вас хобби я очень рад наконец что вы попали все под запрет да раньше вы еще могли там где-то свои клады искать монеты а теперь пришел конец вам вашему хобби это у нас сами знаете в россии как законы меняются на дню наверное по нескольку раз это что все равно раньше вы могли ездить на мопеде или на скутере без прав а сейчас уже хрен вы должны права иметь категорию м во скоро уже наверное на велосипед ведут права так что и вы уже будете скоро стремиться и мучиться чтобы получить эту лицензию чтобы быть легальным копателем металлоискателем так что вот так такие пироги так что пока пока чао какао